Приветствую вас, Наталья. Так, полагаю, что зовут вас, Наталья. Вот, надеюсь, я правильно расслаблял ваши имя. Ну, собственно, вы говорите про свой вопрос. Вот, вы вроде как говорите, что вот мой вопрос, но вопрос вы, собственно, не задаёте, кроме того, что вы говорите, что выхода нет. Не видите выхода. Ну, выхода в текущей ситуации на самом деле нет, потому что как бы не ясна ваша позиция, ваш психологический портрет. Почему-то вы больше говорите про мужчину, чем про себя. Вот, есть некая жертвенность, есть ощущение, как мне показалось, ощущение зависимости. Хотя, да, вы говорите, что вы работаете, но это не связано с тем, что вы временно не работаете. То есть, как бы, ощущение зависимости не связано с этим. Вот. Есть, конечно же, конечно же, есть чувство усталости, есть чувство, может быть, такой подавленности, как будто бы из-за этой ситуации, что и понятно, да. Вот. Но, мне кажется, мне кажется, что вы-то сами вообще чего хотите. Вот, на что нужно ответить. Понимаете, у тебя, как бы, история о том, что дети любят папу, и поэтому меня это держит в семье, но эта история, как бы, она не удержит никакой критики. Но вы же понимаете, что детям, как бы, ещё хуже от того, что вы ссоритесь или от того, что происходит. Ну, это же понятно, Наталья, понимаете. Поэтому, давайте будем честны, вы не уходите не из-за детей, вы уходите из-за чего-то другого. Я не знаю, может быть, вы боитесь, может быть, вы привыкли, может быть, что-то ещё. Ну, вот. Но не из-за детей. Потому что, если делать что-то для детей, то вам, как раз таки, надо бы разойти, чтобы дети не присутствовали при конфликтах, при ваших ссорах, при обзываниях при детях и так далее. Понимаете? Это детей травмирует гораздо больше. Поэтому, мне кажется, что вы обманываете себя в первую очередь. И, собственно, в этом одна из причин, по которым вот у вас возникает такая вот проблема, как мне кажется. Вот. Это первое. Второе. Значит. Вы пишете. Муж добивается близости. Почему добивается? Нет, ну, то есть, понятно, что вы не доверяете ему. Это понятно. Но между тем, что муж добивается близости, и тем, что вы ему не доверяете, и тем, что происходит по-бум, я имею ввиду его реакция, большая разница. То, что муж добивается, это... как с вашей субъективной стороны выглядит? Вы манипулируетесь, вы пытаетесь таким образом показать, что вы ценны. Вы создаетесь предавая себя, не желая вступать в близость с мужем. Что происходит? Почему мы же добивались? Тем более, что, ну, как бы не очень понятно, не очень ясен временной промежуток, как бы, этого. То есть, в каком временном промежутке это все началось? Как туда вписывается то, что он начал добиваться близости с вами, и как бы, какую роль во всем этом выиграет? Вот, как бы, информации на самом деле очень, я бы сказал, мало. Да? Вот. Значит. Дальше. Мне кажется, мне кажется, что вы вообще склонны пропускать определенные переживания свои и, возможно, других людей близких мимо. Ну, пропускать. Вы склонны. То есть, что это значит? Что это значит? Да. Что значит? Склонны пропускать. Склонны пропускать. А склонны пропускать, это, собственно, означает, что, как бы, что вы не отслеживаете, не проживаете и не выращаете в контакте с партнером то, что вы чувствуете. Мне кажется. Потому что муж не принял то, что было до 2002 года во время конфетно-букетного периода. Допустим, он принял это, допустим, он проявил то, что не принял это не сразу, а в определенный момент, но вы как-то стали двигаться дальше. То есть, когда это произошло, когда это случилось в первый раз, вы что сделали? Когда это случилось во второй раз, вы что сделали? Когда это происходит сейчас, вы что делаете? Вы на что надеетесь? На то, что муж однажды просто перестанет это делать и всё? Или как? Каково его отношение к тому, что происходит? То есть, как он вот, это всё, ну вот эту вот цепочку, которую вы описали, да? Нарастание, пик и разрядка. Как он это объясняет? То, что он говорит, когда вы ему говорите, что вы не доверяете ему и так далее. То есть, вот у меня ощущение, что вы очень внимательны к себе и вы не цените себя настолько, чтобы вот свои ощущения использовать как некий такой фундамент, некую основу для того, чтобы формировать своё поведение. Мне кажется, мне кажется так. И всё. И благодаря этому вы позволяете мужу, по сути, себя использовать. И благодаря этому создается впечатление, что вы несколько зависны. Вот. Такое ощущение, что вы себя считаете вот из-за возможной вот той ситуации, да? Вы себя считаете в глубине души виноватых или, не знаю, какой-то не такой или что-то ещё. Понимаете? Ну вот. Такая история. Вот. Поэтому, ну, в первую очередь я бы здесь, конечно, как-то вот в своих переживаниях подразобрался бы. Да. Позамечал бы, что со мной происходит. Как-то получилось это повыражать. Ага. Посмотреть на реакцию человека. Вот. Как-то получился бы быть честным с собой. Вот. Посмотрел бы на свои конфликты внутренние, да? Вот. Потому что, ну, очевидно, что у мужа получается как бы нащупать некий ваш конфликт, да? И занять какую-то сторону именно в нём, в вашем внутреннем конфликте. И, соответственно, благодаря этому вы делаете то, что хочет он и в итоге расплачиваете за это. То есть, есть ощущение, что вы созависимы. Вы знаете, как будто созависимы от отношений здесь. Вот. Вот как-то так. То есть, вы не можете мужу сказать нет стопроцентно. Вы... Ну, я не знаю, сколько у вас это длится, но вот за какое-то время вы не обратились, там, к психологу, там, не сказали, всё, у нас не будет никакого секса, там, до сих пор бога нам, мы не разберём эту проблему и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому, тут такой момент. Что касается реализации, то, ну, понимаете, реализация, она ведь и разная бывает. И ваш, как бы, муж, он реализацию может понимать по-своему. То есть, ну, в том смысле, что, как бы, в работе, например, одно дело, в, там, допустим, личной жизни другое дело, в интимной жизни третье и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому, понимаете, мне кажется, вы пытаетесь всего понять, а вам бы понять чуть-чуть, а вам бы себя понять больше. Понимаете, вот. Мне кажется, что вот здесь кроется некоторая ваша такая вот деструктивная немножко модель, ну, как мне кажется, опять же, повторюсь, да, что вот это, ну, это мне видится. Так, я могу, там, чего-то не понимать, да, я могу, могу быть чем-то не прав, и так далее. Я, ну, не претендую на это, ну, никакой мой образ. Вот. Такие дела, наверное. То есть, так я могу вам сказать. Ну, то есть, что вы хотите от психолога, непонятно, чтоб вам подсказали выход, ну, мы не знаем, какой выход, ну, прям что-то вам нужно решать, как бы. Итак, в отношениях 2002 года, я прочитаю ваш текст, брак двое детей, любящих пап, в принципе, только это и держит, так а мы же, вы, получается, не любите сами. Или как, или как, как, ой, ну ладно, что-то. Вот. Вы считаете, вот как внутри вас откликается то, что вы приносите себя в жертву детям, по сути. Как только мы сейчас добиваются близости со мной два дня, эйфории, затем замыкание в себе, затем поклёпка меня, обзывание прочее, затем я не выдерживаю, или прогоняю, или обзываю от других, или сам уходит к маме ночью на работу. Ну, это такая вот психологическая игра у вас. Вот. Это семейные игры. Я бы сказал, что здесь вот прям такой, знаете, семейный сценарий. Вот. Вам, знаете, есть даже такая техника, вы можете с мужем заранее все запланировать, вот, то, что происходит. Вот. И действовать по плану. Вот. По тому, что происходит. То есть, так, сейчас ты меня добиваешься, так, сейчас у нас секс, потом ты к тебе классно, потом ты замыкаешься, потом ты начинаешь меня обзывать, потом я тебя прогоняю. Как бы, ну, вот, это такой метод двойного перекручивания техника. Вот. Ну, мне кажется, что здесь нужно разобраться. Вот. Вот. Дальше. Значит. О, так. О. Мотивируясь в прошлом до 2002 года на этапе Докон без романтики, я позволял другим мальчишкам меня провозять в спортзал. А вы как к этому относитесь? Мне сразу в конструктуре, так, значит, и лучше времени я работаю, а этот, то есть, как бы, при чём? Так, 20 ноября блин, да, я тоже сплю в комнате детей, настаивают, на пойдём, пойдём в койку, я обращу внимание, не могу довериться, чтобы мне был сканал и запану. Так, а что происходит-то? Ну, вот, вы говорите, не могу довериться, чтобы мне был сканал. А дальше что? То есть, что дальше? Вы, на ощущение, что вы не настаиваете на своей позиции, ощущение, что вы, как бы, не защищаете свои интересы. Сегодня 20 ноября, выходной провёл с детьми, мама сейчас, мама сейчас сама, мама не без выхода. А хотите вы чего? Наталья. Там есть ощущение, что вы не очень понимаете, что вам нужно в этой ситуации. Мне кажется, вы взрослый человек, да? И мне кажется, что навязывать вам свою позицию относительно того, в каком направлении двигаться. Вот. Но это было бы странно. То есть, я предложил бы вам какой момент? Да, я предложил бы вам просто терапевтический курс по изучению себя, да, по исследованию себя, по замечанию в себе, всего-всего. Для того, что у вас есть такая вот общая направленность, психотерапия ваша общая, были направлены на решение конкретных проблем. Ну, опять же, а что для вас конкретная проблема? Мне кажется, что, вот лично с моей позиции, мне кажется, что у вас есть чувство вины и ощущение несамостоятельности, невозможности опереться на себя. Вот. Либо чувство вины, там, перед детьми. Вот. А вы, а вы что проблемы считаете? Если вы считаете задачу переделать, ну, это может получиться только если вы измените свое поведение. Потому что семейные отношения – это система. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Я надеюсь, что я буду вам благодарен, если вы дадите отклик по ММОДВИРу. Это будет началом вашей работы над САБО в качестве такого вот старта. Продолжение следует.